Бунт против людей, которые привезли тебе деньги, это что-то новенькое в мировом бизнесе. Еще совсем недавно туризм считался одним из самых желанных бизнесов. Поток иностранцев привозил в страну горы иностранных денег, денег заработанных где-то там за рубежом. Это там дымят заводы, пылят шахты и воняют свинарники, а к нам едут чистые деньги, которые, как известно, не пахнут. Принимающая сторона развивала отельный бизнес, жарила свинину, которую вырастили далеко за рубежом и грела песок бесплатным солнцем. В общем, все были довольны жизнью. Туристические регионы процветали. По океанам планеты путешествовали туристические круизные лайнеры, гудели поезда и автомобили, конечно, летали и самолеты. Туристы устремились даже в те места, где до них еще не ступала нога человека. Стали ездить в Антарктиду, на Эверест выстроилась очередь, путешественники присмотрели даже сельские регионы, где можно покататься на лошадке, подоить коровку и погладить кошечку. Все население земли бросилось путешествовать. В туризме и вокруг него работали десятки миллионов человек. Все было хорошо и вдруг началось, но началось цивилизованно. Все большие страны, города и туристические направления начали вводить туристический сбор. Это неприятно для приезжих, но местных тоже можно понять. Потом самые активные туристические центры начали вводить всякие дополнительные ограничения на туристов. Экскурсионные группы не более 25 человек, дополнительный суточный сбор, предварительное бронирование собственного однодневного посещения и тому подобное. Но все эти меры не смогли подавить поток жаждущих пройтись по Барселоне или просто постоять на площади Святого Марка в Венеции. Да что там всемирно известная Венеция? На островах в Средиземном море островитяне начали бухтеть на приезжих туристов, обвиняя их в том, что они лишают островитян возможности тихо наблюдать закат солнца. Стоп! Это значит, что островитянам уже не нужны деньги приезжающих-отдыхающих. Здесь, на острове Венеции или на Эвересте, жизнь хороша и без туристов. Но туристы продолжают ехать даже туда, где им больше не рады. Они, туристы из далеких стран, шуршат своими иностранными деньгами, а местные на них плевать хотели. А там, где власти своевременно не ополчились на туристический поток налогами и бронью, местные жители начали бунтовать. В прессе замелькала словесная формула «чрезмерный туризм». А готов ли наш мир к такому повороту событий? Готовы ли мы к тому, что людям больше не нужны деньги, а те, у кого таких денег много, пусть сидят с ними дома? Может, к такой жизни тоже нужно подготовиться? Субтитры создавал DimaTorzok